итак ребят всем привет сегодня у нас очередной выход новый выход у нас по пляжу вышел я чай попить покурить посмотреть на наличие конкурентов здесь на этом пляже ну без этого никак не обошлось подошел я а камраду познакомился дядя коля много информации он мне рассказал по старине в общем сегодня мы поковыряемся он не любитель видеосъемки так что на кадрах он фигурирует не будет но очень много информации рассказал по старине возможно я заинтересуюсь и воспользуюсь случаем возьму у него кое-какие документы ну а так в целом что ехал я по делам взял с собой прибор думаю дай заскочу на пляж пляж в принципе очень большой общая площадью я даже не знаю но очень большой такие пляжи в принципе не люблю ходить много находок будет мало но в целом что здесь может быть оказаться монеты это однозначно и монет будет очень много я вам обещаю с дядей коле я пообщался он сказал что приезжает сюда регулярно и он здесь встречает очень много камрадов то есть все приятные находки уже выкопали говорит что подымали здесь и золотые колечки в этом уже сезоне и серебряные кольца в общем все интересное здесь уже выкопали мы будем собирать то что осталось пропустили или же как говорится и копает не прибор ищет а сам человек может быть мне повезет потому что как говорят я фартовый нахожу там где уже хожено ну и посмотрим это берег волги на той стороне как вы видите горы жигулевские немножко вода отошла может часы и советиков подергаем ну все в принципе сделал я вступление значит видео состоится находки будут обязательно покажу находки дяди коле покопаем пообщаемся у него очень много информации по старине про чапаева сейчас рассказывал сказал что в одной деревушке где был чапаев проходил вот они там нашли рукоять от сабли и сабля была усыпана камушками камушки там были сапфиры рубины в общем шикарная находка и мы сейчас будем пользоваться только пляжиком собирать советики может быть ювелирка какая зацепиться ну и все вступление есть смотрим интересно будет и так ребят к сожалению у нас прибой только что вон там он ходил там был сушь сухой бережок и вот буквально сколько 3-4 минуты вот иду вот так вот и там уже вода то есть не нужно как можно быстрее прочесать вот эту вот береговую линию потому что там камушки вон дядя коля там копает прибор у меня конечно странный ну ладно я к чему у меня первая находка достойного вашего внимания тем что это монета с ссср советская год 61 на этом пляже очень часто попадается советские монеты на своем опыте были вот только что лопату было сухо сейчас уже вода сорок шестого года подымал вот так что советики здесь вот попадается именно вот на этом вот эпицентре очень странно тем что здесь очень очень чисто нету пробок а нету монет нету ничего товарищи комрады здесь выбили все начисто ой посмотрите блин снимал снимал было сухо сейчас уже мокро надо сваливать ладно идем дальше иду и смотрю по сторонам не доходя этого эпицентра лежит монета а монета какая смотрите желтая берем смотрим 20 копеек это оказывается не желтый это просто такой налет 20 копеек 86 года такой вот монитос ржавчина просто на него села идем вон к этим вот камушкам вот эти от камушки там надо пошукать потому что пацаны пару лет назад там ходили с палочками ну как вам сказать подростки и подымали колечки среди этих камушек блин опять вода пришла твоя налево ну я кусочек вам ставлю такой со старого видоса где они там при помощи палочек находили это золотые колечки были серебряные вроде бы как вот ну сюжет вставлю именно вот сейчас смотрим вы знаете встретили здесь пацанов пацаны просто мимо ходит тоже ковыряют палочками но я вам не говорил между прочим рядом с одним я стою и вот две копеечки советские поднял герб у нато старый то есть это наверное реформа после 61 и вы знаете у него еще весьма интересные находки есть где пожалуйста достал визуально визуально два кольца вот такие вот красивые колечки одно такое бижутерная вся вот такая вот с камнем красиво вещица интересно просто для коллекции и вот такой это вроде обручалка вот таким способом они нашли вот такие вещицы мы с металл искать всем не можем найти они вот так вот визуально ладно хорошие находки продолжаем итак ребят хочу вам вот что сделать видео пляж давайте вот этот будет у меня именно обучающим тоже уроком пособием потому что очень много новичков у меня спрашивают даже по пляжам как чего зачем и почему где основная масса находок и давайте я сегодня вам немножко об этом расскажу подробно потому что у меня не особо много опыта на пляже но он все-таки у меня есть по видеосюжетам вы видите что я подымаю хорошие находки золото серебро очень много ходячки и всего прочего так что давайте я вам этот видеосюжет запилю виде формата обучающего пляж обычный городской здесь у нас бывают приливы отливы ходить выходить нужно именно утром рано утром как только светает потому что в данном случае у нас на волге вода отходит и вся масса находок находится на той стороне то есть где сейчас вода вот к обеду она приходит вот и затопляет все место в общем нужно приезжать рано утром и сразу же бежать именно к береговой линии то есть где примыкает вода к берегу потому что пока вы будете там ходить его постепенно будет затоплять то есть начинаете сразу от воды что около воде можно найти находки в основном приятный тем что зачастую встречается крестики и колечки вот ну конечно же цепи бывают цепочки и браслеты вот именно подальше от пляжа почему вы спросите потому что когда люди выходят на пляж они разбегаются от берега и ныряют как говорится еще под выпили море по колено бегут ныряют и что происходит происходит вот что как говорится закон архимеда все может быть конечно слететь с головы это раз во вторых когда вы на пляже сезоне очень много народа бултыхается особенно это хорошо видно когда пляжик достаточно маленький и практически друг на дружку залазит естественно задел кто-нибудь из соседей по шеи естественно цепочка порвалась порвалась или вышла из зацеп очень бывает находки зацепы просто на пса отогнуты ну естественно и бывают порванные цепочки это все находится около воды затем крестики крестики то же самое цепочка рвется и находка срывается и теряется потом у нас идут колечки колечки это основная масса находок в воде почему потому что когда вы заходите в воду происходит расширение и сужение сосудов то есть на берегу вы знаете у вас сосуды расширены заходите воду температура тела садится и сосуду сужаются естественно колечко с пальчика в легкую может слететь вот затем пальцы становятся влажные вот и если колечко чуть побольше чем размер особенно женские часто встречаются вот плывет ну так вот и естественно вода имеет сопротивление вот и может колечко слететь вот мужчины тоже очень часто теряет потому что плывут как говорит самые кроли им и брасом как только не плавать по пьяни в общем кольца болты они тяжелые и конечно же тоже теряются и это что касается находок в воде это очень хорошо если у вас металлоискатель подводный то замечательно но если такого нету подводного потому что он очень дорогой приезжайте рано утром и ходите на отливе пока вода еще не пришла что дальше береговая линия как вы видите вот за моей спиной сухой песочек и влажный как вы видите вода доходит до суда и все находки которые были например пять метров со временем все-таки их прибивает и на береге имеется такие знаете барашки как стиральная доска и на этой стиралке можно видеть визуально как я вам сегодня уже показывал что находки просто-напросто лежат и можно найти визуально также вам продемонстрировал что пацаны ходят иногда просто с палочками ковыряют то что блестит и как вы видели находки есть а также вот на этой вот на этом приливе в основном это происходит в сезоне вода доходит до суда и маленькие детишки ребятишки купаются здесь то есть родители смотрят что глубоко не заходили естественно они играют в песочке с лопатками ковыряются в песке вот у них тоже имеется особенно у девочек колечки маленькие серебряные очень часто я их нахожу вот крестики тоже попадаются то есть бултыхается возле береговой линии вот и здесь в основном детские находки колечки маленькие спаси сохрани и серебряные крестики это очень очень часто что касается самого пляжа где у нас имеется песок там зачастую нас попадается большая часть это находки ходячка вот если вам конечно ходячку нравится копать то вам на песочек я на песке редко когда бываю вот ну давайте по песочку пройдемся и я вам расскажу еще подробнее то есть видео сюжет будет обучающие будут фрагменты конечно находок показ но в основном в целом поболтаем на эту тему как вы видите у меня за спиной имеется грибочки сейчас их разобрали вот дабы чтобы не растащил никто также здесь летом имеется лавочки все находки потеряшки находятся около этих грибочков а также около лавочек когда себя одежду снимают естественно из карманов все выпадает что было там если есть же спортивные площадки как у меня вот за спиной имеется площадка спортивная там играет тоже ребятишки вот тоже очень много потеряшек вот если есть волейбольная площадка футбольная площадка там однозначно тоже может быть и ювелирка в виде колечек цепочек потому что я на спортплощадках тоже подымал вот так что хорошо когда есть турники около турников это сто процентов я вам скажу что будут монеты бывает иногда просто-напросто жуть что происходит около этих турников ма находок полно очень хочу вам еще посоветовать если есть раздевалки вот душевые кабины вот в самих душевых и раздевалках тоже находки были у меня случаи когда находил ювелирки были сережки женские вот потом что у меня еще ну и много было ходячки вот ходячка естественно снимают раздеваются все из кармана вывалится а серьги это когда женщины раздеваются через голову все сережку зацепила она бомб и упала вот тебе и будет находка вот что еще хочу по пляжу сказать естественно вся масса находок у нас находится в воде вот после сезона пляжного когда он заканчивается все же конечно отправляются на пляже я имею до кладоискателей в первую очередь достается тому кто успел все сливки может собрать у меня были такие случаи когда я с одного пляжа собрать собирал до 6 ювелирок недостаточно приятные золотые серебряные в общем кто рано встал того и тапки сейчас же сейчас уже что-либо интересное уже невозможно практически поднять может быть единичный случай если только наш друг камрад туда не захаживал вот а так в целом будем довольствоваться сегодня ходячкой и советиками вот в принципе вот такой вот у меня получилось небольшой разговор с вами надеюсь будет полезной информацией это видео будет именно посвящена новичкам вот кто начинает только заниматься этим хобби вот насчет закона на пляже ходить можно закон не запрещает так что можете смело выходить и никого не слушать кто вам там что-то говорит вот потому что задают некоторые вопросы вот к ним подошли сотрудники полиции вот отобрали металлоискатели они не имели права ребята отбирать там были случаи такие рассказывали мне списывались вот пляж это общественное место и культурного слова здесь никакого нету ладно я понимаю если пляж находится на какой-нибудь культурно как говорится заповедном месте то до заповедник это само собой там с металлоискателем нельзя ну а в целом что пляж не запрещали копать особенно поиск с металлоискателем он еще не запрещен так что копайте в свое удовольствие вот но все равно опасайтесь если копаете по старине не выкапывайте находки что больше ста лет так что вот так вот идем и ходим продолжаем ходить собирать пока советики потом перейдем на пляжик на сухой будем собирать ходячку ходячки будет предостаточно так что продолжаем свой коп и так ребят еще одна находка нашел я при помощи пина его воду а снимаю потому что это советская монета очередная советская или же 10 копеек нет совет смотрите какой сохранить ребят классный сохран 74 года вот такой вот монитор пока вода не пришла не добила полностью пляж будем собирать советики потом же перейдем на сухое место и там уже будут у нас совсем другие находки а какие другие будет ходячка может быть ювелирка так что идем пока совета собираем мне совета интереснее собирать чем ходячка или даже та же самая ювелирка советики больше радует на пляже идем дальше так ребята очередная монетка и новосоветская это у нас 10 копеек год 1986 класс 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 и собираем собираем советики прямо души и когда сигнальчик и когда выпадает маленькая монетка сразу подозрение на то что это советик и приятно приятно советики пусть и хоть такого характера такого образца тоже приятно все гуляем по берегу волги кто меня смотрит узнает красоты и стоит на пляж так что продолжаем да ребят еще хочу вам сказать оба культуре кладоискательства в данном случае вы видите что вот здесь вот у меня ямки не закопаны вот это что касается именно вот той части которая к обеду уже будет затоплена я здесь не закапываю принципе и здесь тоже когда песочек рыхлый можно не закапывать но когда глубокие ямы уж будьте добры прикопать присыпать вот потому что не дай бог кто им туда ногу свою сломает вам конечно будет туго это что касается в частности на полях по старине а на пляже можно немножко и погрешить и не закапывать потому что вода придет все затопит и все будет нормально так что это вот культура не забывайте про культуру итак ребят находка находка вот она в камушке что это у нас это у нас наверное ходячка нет ребят это не ходячка это 20 копеек 61 года вот такой монитос классно 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 смотрите краснота такая прям красные красные это проявляется у нас я так понимаю медь и виде ржавчины вот такой окрашивается у меня руки вот еще хочу сказать весь мусор который вы находите обязательно складывайте в карман в подсумок чтобы потом за пределы пляжа это все выбросить для чего это делается потому что вы однозначно на этот пляж приедете еще не один раз и чтобы ложных сигналов потом следующий раз не копать вы конечно же их не будете вот это еще одна рекомендация мусор цветной забирайте и уносите здесь я вам уже говорил что очень чисто все вот камрады молодцы тем что весь мусор забирает с собой так что добро не просто вам но и добро для отдыхающих меньше мусора меньше будет травм продолжаем и еще один ребят нюанс вот место где могут быть находки вот место но сколько до рыхлого песка здесь практически никогда не будет единичные случаи детские находки затем находки могут быть вот здесь вот это места лежанок то есть расстилает полотенце и ложатся то есть выходят из воды руки стряхивать находки могут быть здесь но и вот здесь потому что здесь у них лежанки могут быть потеряшки такие как телефоны колечки монетки все находится именно вот именно в этом диапазоне так что мотайте на ус нигде вы такого не увидите не услышите такие рекомендации продолжаем свой к и еще ребят советик вам когда выходите на пляж не бросайтесь как полоумный сразу болен вот так вот везде бегать сюда сюда это нужно делать умеренно спокойно тем что видите за мной идут такие вот полосочки вот они это я вот сейчас вам продемонстрирую что это за полосочки это от лопаты след то есть у меня лопата в данном случае я еще с кубом но с кубе чуть позже это следы от лопаты вот а вот и вот как вы видите размер одинаковый то есть два шага что это за след от лопаты сейчас я вам продемонстрирую когда я иду с металлоискателем лопату волочу за собой и получается вот такой след поэтому следу можно ориентироваться ходили вы здесь или нет можете пропустить если будете бегать по всему пляжу как дурачок как как ошалелый в данном случае мы идем и ориентируемся по этим следам то есть здесь у меня прозвонено везде получается одинаковые на два шага то есть лопата идет и здесь вот металлоискателем ходишь значит там я разворачиваюсь и полоса уже у меня будет здесь вот проходить то есть этот участок прозвонен и будет дальше прозвонка вот так что вот так вот визуально также смотрите ищите может быть чем интересненькое выпадет потому что очень часто визуально находки процентов наверное 20 всегда находит глаза вот так что продолжаем он там он дядя коля копает сейчас пойдем на чай пообщаемся есть у него чего интересного или нет у меня же пока советики и ходячка вон там у нас кто что за зверь так это чайки наверное ну ладно продолжаем копаю и в голове проматываю чтобы какой-нибудь мелочь не пропустить и вам нужно рассказать и совет какой-то дать так что продолжаем ну и еще одно ребят хочу сказать на пляже ходите именно с маленькой катушкой или же со стандартной почему потому что глава находки здесь глубоко не залегают всего-навсего максимум что может быть это на штык лопаты это максимум это на штыке лопате может быть находки которые уже лежат десятилетиями там в песочке могли просто присыпать а здесь просто они могут быть за и лица вот так что максимум на штык лопаты обычная дешевенький приборчик в данном случае аська 250 эти находки видит на штыке лопаты подымает монеты вот большая катушка здесь даже не рекомендуется потому что очень может быть много ложных сигналов и ямы будет очень большие глубоко на пляже копать не стоит и по настройкам настройки прибора конечно же я отсекаю все черные металлы просто ставлю на режим монеты что касается и другие их приборов просто ставите отсекаете чернину остальное все копайте причем копать нужно все цветные сигналы сами знаете что сигналы серебро и золото в частности золото очень плохо звенит очень плохой цифровой воды показывает вот так что это еще одна небольшая рекомендация и так ребята еще один советик вам когда уже ходите по пляжу когда прошел дождь вот и когда вот уже все песок уже влажный соскубом ходить смысла нету потому что и ячейки не просеживают вот этот весь грунт вот и для этого нужно ходить с обычной лопатой или же с длинным как у меня с лезвием или же с короткий а также необходимо иметь с собой всегда пинпойнтер потому что песок ну монету можно не увидеть например вот видите монетка лежит но я ее как бы не видел пинпойнтером засек но когда она находится в куче конечно же пинпойнтер нужен это облегчает поиски так что пинпойнтер обязательно на пляжном поиске обязательно нужен именно нужен водонепроницаемый потому что не дай бог будете еще и ходить под водой вдруг он упадет или что вот желательно пинпойнтер иметь вот водонепроницаемый и находку у нас какого наверно каком ходячка а нет не ходячка это у нас три копейки советские 70 79 год что ли у ребята 79 год это год моего рождения вот так вот монете уже 39 лет 39 лет находится на пляже и наконец-то дождалась своего часа отправиться к нам в карман потом на чистку а потом мы возможно в коллекцию так что вот так вот монета дождалась своего часа 39 лет в песке идем идем дальше и так еще новичкам касается когда выходите по пляжу да даже по старине когда ходите катушка должна быть практически ходить по земле максимум отрывать ее от земли ну на сантиметра два по пляжу можно ходить прям шмурыгать по песочку вот это я к чему говорю я здесь уже поднял кучу советов дядя коли который здесь ходит я посмотрел как его уходит он катушку держит как будто ходит по старине сейчас я вам покажу вон он дядя коли ходит и обратите внимание на каком расстоянии у него катушка от поверхности земли она практически на 10-15 сантиметров вообще не касается видите как ходит это очень высоко видите как высоко у него катушка от поверхности то есть в основном находки у него и не будут как нужно ходить вот сейчас я вам продемонстрирую катушечка ходит вот прям вот видите по песочку слегка приподнимаете и ходите вот таким вот образом надо ходить практически шмурыгать по песку это для чего делается как бы глубина залегания будет поглубже вот смотрите что я вам говорил ранее ямки которые остаются это вот такие вот ям остаются вот это от прошлых камрадов которые здесь копали и неприятно ведь какая яма вот яма вот где вот именно такой песок обязательно нужно закопать за собой ямы как вы видите здесь я копал за мной ни одной ямки нет увидите нету ямок это вот след от лопаты от моей то есть я ямки все присыпаю там где вода затопит там можно а так в целом ребят рекомендую вам закапывать ямки идем дальше и так ребят хочу вам еще показать один нюанс это как что касается новичков визуально я нашел вот монета 10 рублевая и вот она не сигналит сейчас я вам покажу продемонстрирую стоит у меня на приборе монеты и он не сигналит видите вообще ноль эмоций когда ставишь все все металлы он сигналит это как вам на обучение то что вот такие монеты могут под катушкой и не сигналить ладно вот здесь вот дядя коля подошел у него минилаб т-54 я первый раз такой слышу т-54 как советский танк идем дальше итак ребят когда вы проходите мимо вот таких вот кустиков деревьев вот своим взглядом обращать внимание на то что вот на таких вот сучках на веточках могут быть висеть цепочки или же крестики на веревочках вот зачастую так бывает когда приходит купаться снимают и вешают вот когда на случае видите полотенце повесили там еще что-то висит вот были случаи когда я находил была серебряная цепочка с крестиком были крестики на веревочке вот так что тоже это как намотать на ус надо все я перешел на песочек сейчас между грибочками похожу зайду на площадку на детскую вот здесь зачастую будут только советики о вернее советики ходячка ну ходячку я вам не показываю ничего интересного ничего банально все 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 обыденно советы или же что-то интересное не будем забивать вам голову ходячкой и так ребят пришел я на перекур чай попить вот и я вам уже говорил что на пляже все верховые будут находки но дядя коля уже минут 20 копает глубокую ямину хочу сказать что смысла копать глубокие ямы нет все что может глубоко это какая-нибудь ржавая банка которая отдыхающие прикопали после отдыха и все смысл копать нет он там уже уже на не знаю три штыка в глубину что ли сделал вот так что вот так вот ладно чай и будем смещаться здесь я пробежался там пробежался видно камрада здесь хорошо по выбивали сигналов хороших нету да практически вообще их здесь нету то есть чистенький такой вот этот эпицентр вот так что получилось вот так вот что хочу сказать когда вы приезжаете на пляж сразу берите центровое место когда вход на пляж первым делом всегда отдыхающие заполняет место где пусто то есть вы здесь вот постоянно будет народ где много отдыхающих на пляже там находки когда пляж заполняется и люди постепенно ищут места свободные и там будет одиночные лежаки например вот то есть там мало в первую очередь нужно вам туда заходить где центр пляжа большой эпицентр скопления людей здесь отдыхают здесь купаются туда дальше сейчас я пойду здесь я все прошу стрел находки хорошие достаточно нормально карман отвисает и после чая сейчас отправлюсь туда посмотрю возможно там что-то у нас и найдется такое эдако здесь уже просто чистенько вода уже пришла к береговой линии а вот так что советиками закончена сейчас будем собирать ходячку так что так и так ребят пришел я на перекур чаек горячий попить дядя коля до сих пор копает вот в общем хочу сказать еще то что когда сезон заканчивается очень прохладно и одевайтесь потеплее и берите с собой горячий чай потому что с реки несет холодный воздух и не дай бог вы заболеете это как рекомендация одевайтесь потеплее и горячий чай и так ребята вот зрелище просто зрелище я хожу носом шмыгаю а товарищ купаться полез офигеть передернула у меня находка советская ой советская ходячка 5 рублей принципе глубоко лежала на штык лопаты вот такой пятачок люди какие-то понабежали вот было безлюдно но время похода подтягивается к обеду влюбленные парчики подходит погулять по пляжу продолжаем и так ребят наконец-то у меня хорошая достойная находка с пляже я всегда ухожу как говорится с ювелиркой и сейчас у меня выпало колечко колечко не золотое и непростое кольцо серебряное я уже разглядел его и сейчас вам во всей красоте его покажу надеюсь что серебряное надеюсь потому что она беленькая вот она вот такое кольцо до серебро ребят вон имеется проба такое кольцо приятно большое зачетная блин мне ёпты мне на большой пальцы большой даже вот такое серебро классно ставим пальчик вверху идем дальше вдоль вот этих вот кустиков и туда поближе к машине на чаепития идем дальше не так ребят еще одна находка и это у нас нет у нас пятачок до пятачок я думаю вам даже ходячку показывать не буду так что смысл если советики то буду вам демонстрировать а ходячка чё это ходячка она и в африке ходячка все вы любители поиска находите их но ничего интересного нет нашел и хорошо на этом закончим показывать ходячку не буду идем дальше ребят еще хочу вам нюанс сказать то что когда пляж уже как бы песок на пляже влажный соску вам ходить нет возможности из того что ячейки все пропускать через свои отверстия не может и лучше ходить именно с лопатой с лопатой с обычной или же вот с такой как у меня специально для шурфов вот а со скобом очень хорошо ходить когда песочек сухой и облегчает труд данные вот скуп мне был предоставлен именно магазином shop detect так что закупайтесь заранее готовьтесь к пляжным сезону на следующий год а ссылка под описанием так что вот так вот что хочу вам сказать по находкам находки в принципе нормальный вон там он дядя коля тоже собирается вот хочу сказать что он нашел всего-навсего две монеты пятачок ходячка или двушка ходячка за все время но у меня результат немного получше да немножко ребят получше вот такое обилие было ходячки у меня это у нас пятирублевый двухрублевый есть червончики несколько больше всего меня радует то что на этом пляже я поднял советики советской эпохи трешечка моего года 1949 года потом две двадцатки две двушки два червонца и пять копеечек вот самый старый из этих монет 61 года поднял вот такой фиговина еще визуально резиновая чуть такой не знает грузил был потом вот как вот этот камушек такой знаете говорят как-то он дьявольский клык или чего я не знаю прошу вас отписаться кто знает вот такие вот камушки как называются ну и самое что цинусное это вот такое серебряное колечко имеется проба пробы имеется вот и все все что я нашел ну а сейчас что вам еще сказать на пляжном копе между прочим с дядей коли я пообщался он смотрел как я ходил и просто удивлялся тем что я находки как орешки щелкаю вот и очень заинтересовался при покупке вот такого прибора gold hunter он смотрит и удивляется что я так быстро нахожу монеты вот таким вот пинпоинтером очень хорошо если заинтересовались я вас туда же я отправляю отправляю в интернет магазин shop detect все найдете там и на этом я и закончу на этой панораме получилось нормально надеюсь полезной информации сказал предостаточно учитесь пользуйтесь моими рекомендации и у вас находки всегда всегда будут везде на этом и все всем пока и палец кверху за труды и старания и и и и и и и и